Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, усиливающий ответственность, связанный с банком лиц. В законопроекте предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс. Речь, прежде всего, идет о руководителях банков, контролерах и других владельцах существенного участия в банке, которые принимают решения, влияющие на финансовое состояние банка, повышение эффективности банковского надзора, обеспечение стабильности банковской системы и защита интересов платчиков и других кредиторов банка. Между тем, срок ликвидации банка в Украине может быть увеличен с нынешних трех до пяти лет. Об этом говорится в проекте меморандума Украины и МВФ. По словам экспертов, это может повысить эффективность работы фонда гарантирования вкладов активами ликвидируемых банков. Президент Украины Петр Порошенко встретился с заместителем государственного секретаря США Энтони Блинкеном, который находится с визитом в Украине. Порошенко проинформировал о текущей ситуации на Донбассе и выполнении Украины обязательств, достигнутых в Минске. Президент отметил нежелание и неготовность с другой стороны в отводе тяжелого вооружения под контролем наблюдателей миссии ОБСЕ. Глава государства подчеркнул, наиболее опасная ситуация развивается вокруг украинской летчицы Надежды Савченко, которую незаконно захватили на территорию Украины и нелегально перевезли в Россию. В свою очередь, Блинкен подчеркнул, дальнейшие санкции против Кремля и их уровень напрямую зависят от соблюдения и выполнения минских договоренностей. Заместитель госсекретаря также сообщил украинскому президенту о тесной координации между США и Евросоюзом в мирном урегулировании ситуации на Донбассе и в отношении России. Правительственные войска Ирака и шиитская милиция освободили от террористов группировки ИГИЛ-2 города. На севере страны противники джихадистов успешно развивают наступление на город Тикрит, захваченный боевиками в июне прошлого года. Представители военных говорят, они уже вошли в город Аль-Дур в 10 километрах южнее Тикрита. На западе страны иракские военнослужащие взяли под контроль город Аль-Багдаде. Как заявили представители Минобороны США, спецоперация проводилась при поддержке ВВС Международной коалиции против ИГИЛ. Специалисты НАСА считают, в далеком прошлом почти всю поверхность северного полушария Марса занимал океан. По мнению ученых, около 4,5 миллиардов лет назад воды на Марсе было столько, что ее хватило бы, чтобы покрыть всю поверхность планеты слоем толщиной 137 метров. В некоторых регионах глубина могла достигать полутора километров. Ученые полагают, основная часть воды была сосредоточена в северном полушарии. Вес этого водоема превышал массу воды в Северном Ледовитом океане. Но к настоящему времени Марс утратил порядка 87% воды. Потери начались почти 4 миллиарда лет назад и продолжаются до сих пор. Основные запасы воды сегодня сосредоточены на полюсах. Океан, занимавший 19% поверхности Марса, мог создавать хорошие условия для жизни. Вероятно, его остатки до сих пор сохранились в отдельных регионах Красной планеты. К таким выводам исследователи пришли, анализируя миграцию полутяжелой и легкой воды из атмосферы Марса в космос. Данные, собранные за 6 лет наблюдений, позволили предположить, какая масса воды находилась на планете в далеком прошлом.